В Центральной Билибинской библиотеке состоялся литературный вечер поэта и писателя Андрея Гузя. Автор произведений поделился с собравшимися мыслями о творчестве, о своей жизни и карьере. Сюжет наших коллег из Билибинской студии телевидения. Прощай, Канада. Прощай, Европа и Тайвань. Прощай. В Чукотке говори прощай. Не надо. Тебе друзья сказали, снова приезжай. И спустя год они приехали. Денис Лебедев в сопровождении своих друзей Алексея Кричко и Андрея Гузя. Автором этих строчек о Чукотке является писатель и поэт Андрей Гусь. В Центральной Билибинской библиотеке состоялся его творческий вечер, на котором он поделился своими мыслями о суровом регионе, о друзьях и даже о простых вещах, сплетая слова в красивые формы и рифмы. По эмоциям было заметно, что каждое из произведений так или иначе откликается в присутствующих. Честно, я был удивлен. Мне больше понравилось его стих про «Я». То есть, там вот говорил, вот вы найдете себе, себя, наверное. Произведения, в которых заметен широкий кругозор автора, весьма глубоко описывали простые вещи. Создавалось впечатление, что автор хочет донести что-то каждому лично. Эти стихи, как-то он мне рассказывал лично. Затрагивал вот именно мои душевные, такие, как бы сказать, струны. Андрей Гусь родился в городе Борщов. Основную часть жизни прожил в Воронежской области, где и получил инженерно-техническое образование. Специфика работы предполагала частую смену жительства. Это и поспособствовало такому широкому диапазону тем, которые автор затрагивает в своих произведениях. Слово и убить может, правильно? А может и к жизни вернуть, как живая, живая, какая-то там непонятная такая субстанция. То есть, там не сказали, здравствуй, привет. И ты уже, ты рад этому моменту. На встрече поэт вспоминал, что когда впервые планировал выпустить сборник со своим творчеством, произведений было недостаточно, так как основным требованием издательства является количество этих самых произведений. Их должно быть не менее 30, когда на тот момент у Андрея Гузя было их всего 12. Сейчас их число перевалило за 200. И благодаря таким вечерам мотивация издать свои труды у автора вновь вернулась. Владимир Петровский, Евгений Петровский, Вести Чукотка, Билибина.